Меня зовут Екатерина Щербина, я фотограф, 9 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. В 2011 году я получила субсидию на открытие ИП и на развитие именно своей деятельности в области фотографии. Я вообще IT-специалист по образованию, но приняла решение сделать свое хобби, своей профессиональной работой. Мой инстаграм, буду рада новым подписчикам, присоединяйтесь. Почему же я задумалась о том, что мне нужна какая-то система лояльности? Я 9 лет назад, когда стала заниматься именно профессиональной фотографией, в моем городе, этот город, в котором 20 тысяч населения, не было ни одного семейного фотографа. Соответственно, конкуренция была нулевая. Сегодня у нас в городе на 20 тысяч населения более 20 фотографов. И на самом деле такая ситуация не только в моем городе. То есть это такая область работы, где достаточно высокая конкуренция. И клиенты, которые, в принципе, и так ходят ко мне из года в год, хотелось как-то их мотивировать, благодарить за то, что они все-таки выбирают меня. И чтобы повышать именно их лояльность к себе, как-то благодарить за возврат и за рекомендации. Рекомендации, на самом деле, в фотоуслугах очень важная вещь. Потому что клиенты приходят на съемку, ну, в лучшем случае это раз в полгода, а то и раз в год. То есть заказывают фотосессию или какие-то мероприятия снимают. Поэтому важно получать от благодарных клиентов рекомендации к своим друзьям. И, в принципе, клиенты могли рекомендовать, ну, это больше так, кинуть в Инстаграм, и мотивации у друзей прийти именно ко мне на съемку, ну, как таковой не было. Благодаря UDS я могу дать возможность своим клиентам, во-первых, получать вознаграждение за эту рекомендацию. И, во-вторых, они могут другу подарить 500 рублей на первую съемку. Но, кстати, они, рекомендуя другу меня, дарят им скидку на первую фотосессию. Вообще я рассматривала разные варианты. Где-то года два, может быть, даже три задумалась о том, что нужна какая-то система лояльности. И у меня были идеи как-то вести табличку, записывать, что от этого клиента пришел друг, и я ему в следующий раз сделаю какую-то скидку. Была даже идея сделать карточки, знаете, как вот в кофейнях выдают, на которых отмечают каждую кружку кофе, и седьмая бесплатно. Такая идея тоже была. Думаю, может, как-то сделать у клиента красивую открытку и отмечать каждую съемку. Ну, так как я сама забываю эти карточки, я подумала, что клиенты тоже будут постоянно забывать, терять. И, ну, как бы третий вариант, это был именно автоматизация, но те варианты, которые я тогда смогла найти, эта автоматизация была посредством оборудования каких-то пластиковых карт. И, ну, если понимаете, как построена работа фотографа, я часто снимаю на выезде, то есть приезжаю на съемки, на природу выезжаю, и пускать с собой этот считыватель пластиковых карточек не очень прикольно. И поэтому, ну, тоже альтернативы, такой, как UDS, к сожалению, я не смогла найти. Ну, может быть, это было не время, и познакомилась я с UDS только в начале этого года. И мне рассказали, ну, то есть я пришла на бизнес-завтрак, рассказали, что есть такое мобильное приложение, и я сразу же влюбилась. Думаю, блин, класс, это то, что я искала. Какие задачи я изначально ставила именно, ну, зная функционал, как поверхность на UDS, задачи ставила именно для себя как фотографа? То это вознаграждение постоянных клиентов, чтобы они приходили, ну, за то, что они приходят ко мне из раза в раз. То есть благодарить их не скидкой, потому что скидки, в принципе, я и так давала. Но какого-то такого момента именно лояльности, отличия мне от других фотографов, да, это не давала, потому что все фотографы, в принципе, дают скидки, да. Они хоть как бы еще работают в нашей сфере, но не имеют такого супервеса, да. А здесь получается, клиент получает баллы на следующую съемку. И уже он видит, что сколько он баллов получит, какая скидка у него будет на следующую съемку в моменте. Ну, и, соответственно, благодарность за рекомендации. То есть я на съемке рассказываю своим клиентам, что они могут рекомендовать мне через приложение, передавать бонусную карту своим друзьям и дарить им скидку. То есть порекомендовать просто кину ссылочку на инстаграмчик, ну, кинул и кинул. Пришел вдруг, не пришел, непонятно. А так они увидят, что вдруг пришел, они получают за это вознаграждение. И им тоже это нравится. Но что я еще получила, помимо всего этого? Это такой огромный бонус, о котором даже не задумывалась. Цифры. У меня не было никакой автоматизации в плане учета. Я думаю, так у многих фотографов. У меня была табличка, в которой я записывала съемки, словно вела какую-то аналитику, но иногда забываю, иногда что-то там происходит не так, поэтому всех цифр не было. Здесь это происходит автоматически. Цифровка канала, продвижение рекламы. Расскажу немножечко попозже об этом. Поздравления с днем рождения и праздниками. То есть в системе автоматически можно клиента поздравлять с днем рождения. Даже если вы не знаете, когда она у него, он заполняет карточку, сам указывает день рождения, и я автоматически поздравляю. Приложение поздравления приходит от меня, и подарок я дарю баллы на день рождения, то есть которые они могут потратить на съемку. Возможность оформления заказа через приложение. Тоже удобно, потому что клиент видит стоимость услуги, может выбрать, какая ему подходит больше, и сразу приложение оформит заказ. И дальше мы уже с ним оговариваем даты съемки, новости, рассылки. То есть это информация, которая сразу же клиенту доходит о моих проектах, о моих текущих предложениях, и сразу же на мобильный телефон приходит. Начисление баллов в розыгрыше. То есть я сейчас провожу какие-то мини-розыгрыши, мини-какие-то викторины, за которые я дарю баллы в UDS. То есть мне не надо думать о придумывать какой-то приз, придумывать там... часто дарим бесплатную фотосессию. Многие фотографы, думаю, знают, что клиенты, которые приходят на бесплатную фотосессию, редко становятся постоянными, возвращаются. Так мы дарим баллы, и клиент приходит на съемку, и тоже он может уже видеть все плюсы, которые он получает. партнерские рекомендации. То есть это возможность сотрудничества с компаниями и с ведущими, оформителями. Если вы работаете на свадьбах, то есть я предлагаю им давать меня через UDS. То есть они дарят, опять-таки, рекомендуя у меня скидку. И у нас есть определенные договоренности по вознаграждению за приход клиента. И мы можем... как я могу отследить, от кого пришел клиент. Так человек, порекомендовавший, тоже может видеть, клиент пришел, была ли съемка. И, соответственно, есть такая момент автоматизации и прозрачности этих. Также у меня в студии свободные часы. Я сдаю в аренду фотографам. И фотографам я тоже выдаю свою электронную бонусную карту. Они копят баллы и до 30% могут списывать их на аренду студии. То есть они получают аренду студии со скидкой. И это тоже пользуется популярностью. Фотографы им нравится, ну, так как они из раза в раз приходят в студию. И выбирая между разными студиями, они приходят туда, где они могут сэкономить и в следующий раз получить скидку. И самое главное, это все в моем мобильном телефоне. Мне не нужно никаких устройств. Мне не нужно ничего с собой носить. Все есть в телефоне у меня и у моего клиента. Это три мобильных приложения, которые... Одно позволяет мне проводить начисление клиентам баллов из писания. И второе, в котором я вижу сообщения от клиентов, вижу приходящие заказы, и сразу же могу написать, уточнить какие-то моменты по заказу, то есть забронировать студию. То есть это все в гаджете и безумно удобно. Какие результаты? Я расскажу, что... Ну, вот такой момент. ЮДС я начала использовать с 18 мая этого года. Вы знаете, что происходило в это время. Все были закрыты. И работать фотографом и фотостудием в Ростовской области было разрешено только с 19 июня. И получается... То есть до этого времени я вела цифровку базы. То есть я клиентам рассказывала, что появилась такая возможность, появилась такое мобильное приложение. Я делала посты в соцсетях, рассылку по WhatsApp и те группы, которые у меня были. И клиенты добавлялись, цифровывались, они уже начинали присматривать, смотреть, что это. По результатам. Сарафанное радио. Это то, что мне хотелось запустить, именно рекомендации, чтобы клиенты рекомендовали через приложение, и я видела, насколько они меня рекомендуют. Ну вот, как видите, есть клиенты, которые 16, друзья, рекомендовали. Есть эффективные рекомендации, есть еще не сработавшие пока. Но опять-таки из-за того, что цикл клиента достаточно длинный, просто люди могли еще не дойти до него. Вот я отметила девушку, Жанна. У нее две рекомендации и одна эффективная. Я к ней сейчас вот через слайд вернусь, расскажу, почему я ее отметила. Вот результаты по Сарафанному радио. 66 клиентов на втором уровне у меня рекомендации, вот 5 уровней рекомендации, и 8 уже совершили покупку. То есть рекомендации уже начали работать. То есть сумма пока небольшая, но я думаю, она будет расти со временем. Эффективность рекламы. Это тоже очень важно для меня было. Нужно было понимать, откуда приходят клиенты и куда я могу тратить деньги. Вот, собственно говоря, девушка, которой я говорила, это был розыгрыш. Это был розыгрыш, в котором... Ну, вот, да, человека пришло у меня через этот розыгрыш. Но один человек, это была Жанна, которая сделала эффективную рекомендацию. Да, она сама не пришла ко мне на съемку, и здесь нет еще покупок, но от нее пришел человек, который уже пришел ко мне на съемку. Через приложение ко мне пришло 84 человека. То есть они увидели меня на платформе, и 4 уже совершили покупку. Это тоже, по-моему, очень классно. И еще я вот сделала такую наклейку на двери студии. У меня висит информация о бонусной программе. Студия находится в офисном здании, то есть у нас на этаже офисы. И вот три человека видели информацию о студии, ознакомились и пришли на съемку, сделали заказ. Также мы делаем кросс-маркетинг в городе. Пока у нас хорошо заработал именно такой цифровой кросс-маркетинг, мы делали такие листовки. 61 человек пришел ко мне через эту листовку, и здесь нет отметки. Вчера буквально был первый заказ именно с этой листовки. человек, который узнал о студии в другом месте. То есть в компаниях, партнерах, которые уже есть на платформе в городе. По сарафану клиенты, которые пришли по рекомендациям, средний чек у них оказался на 21% больше, чем средний чек, в принципе, у меня в студии. Ну, поэтому, мне кажется, это показывает, что клиенты по рекомендациям более лояльны и выбирают более дорогие пакеты. Да, здесь есть аренда студии, поэтому такой разброс. Но, в принципе, мне нравится эта цифра. Постоянные клиенты. Даже за такой небольшой срок у меня уже есть постоянные клиенты, которые получили новый статус. То есть у меня есть система статусов для клиентов. От количества покупок или от количества рекомендаций они переходят на новый статус и получают больше процентов кэшбэка. То есть есть клиенты, которые уже совершили 4 покупки даже за несколько последних месяцев. По рассылкам. Вот здесь я наглядно показала, как у меня не срабатывали рассылки в мессенджерах, в соцсетях. То есть 80% людей просто не видели информацию о моих проектах. То есть даже давая разрешение мне на рассылку им в WhatsApp, рассылка не доходила, потому что WhatsApp воспринимал это за спам. Вот я отметила, что сообщение не доставлено. То есть клиент просто его не увидел. Так же, как и соцсети, Инстаграм урезают охваты, не показывают всем клиентам. Уже после съемок, когда я провожу какой-то фотопроект, мне говорят, ой, а мы не видели. И как мне достучаться, было непонятно. Сейчас, благодаря UDS, я отправляю пуш-рассылку по своим клиентам. Они сразу видят и записываются. Вот внизу пример. После рассылки клиент записывается на съемку. И у меня даже были ситуации, когда я не успевала выложить в соцсети. У меня уже все места на проект занимали из UDS. Вот здесь тоже пример по аренде студии. Я только выложила информацию по аренде, и сразу же приходит заказ на аренду студии от клиента. Ну и отзывы. Клиентам нравится. В принципе, они пишут, пользуются UDS как возможность оставить отзыв. Есть такая система оценок. Ну, в принципе, мы с клиентами общаемся. Но даже после съемки, отправления фотографий, они оставляют отзыв. И клиенты, которые воспользовались уже баллами, им нравится та возможность, которую они получили. Вот отзыв от клиентки, которая получила баллы, у нее накопились за две съемки, и также баллы за рекомендацию. И вот какое у вас классное приложение. Я рада, что нравится клиентам. Ну и, соответственно, выводы. Я хотела получить какую-то возможность лояльности клиентов, но получила гораздо больше. По моему мнению, UDS – это возможность для таких творческих предпринимателей, как фотографы, видеографы, ведущие, людей, которые словно сейчас занимаются ремесленничеством, перейти на новый уровень, создать настоящий бизнес, видеть свои процессы, видеть аналитику, понимать, откуда приходят клиенты. То есть получается такой инструмент для анализа, и все это за 30 минут настройки, и все, вы можете пользоваться, работать. Для меня тоже это было важно, что это просто не требует каких-то сложных настроек и каких-то действий с моей стороны. Все. Продолжение следует...